здравствуйте мои дорогие подписчики друзья и гости моего канала вот сегодня пришла с работы я в прекрасном настроении у меня была очень хорошая встреча с человеком с клиенткой которая была была у меня очень давно я даже вначале не могла никак ее вспомнить зовут ее мадина это было год назад как потом я уже вспомнил это был год назад но не жили мне не помните не жили мне не помните еще сестру свою приводила еще парикмахерская была еще вообще-то нас мама привела всех обеих и на массаж и и к вам при привела потом-то я конечно я вспомнила но суть то не в том что вспомнила я юли забыла суть в том что я она сейчас жить в москве с мужем а он москвич и она приехала сейчас к родителям сюда к маме к нам выловлю с ребенком какое-то время здесь будет находиться потом поедет обратно туда в москву и пришла решила прийти ко мне значит и говорит я вот знаете горы честного пришла не как клиентка больше а как просто пообщаться с вами я думаю что нервного сверху столько же всяких салонов и всего но хочу к вам хочу к вам хотела увидеть вас хожу там салоны но мало в москве сходили ну хочу с вами побеседовать что что у вас тут новенького что произошло хотела с вами поговорить поделиться вы знаете это очень приятно это как там вот такое чувство возникает нужности да ну нужности что ты несешь человеку какой-то вот душевную доброту да и она тебе платит тем же и я уже начинаю верить в то что хороших людей больше потому что последнее время ко мне притягиваются в основном такие люди хорошие добрые отзывчивые и без как без камня за пазухой да я их чувствую понимаете и да есть конечно у меня и завистники есть как у всех у нас есть и очень злые люди но я с ними не общаюсь я стараюсь с ними не общаться и у нас как-то не получается с ними общение понимаете и они видимо чувствует чувствует от меня другую энергетику не наверное думаю что не получат от меня то что они хотят и и наши отношения сходят на нет я про себя могу как хорошо что мне больше не встречаться с этим человеком то есть понимаете вот может в этом есть закономерность я не понимаю а может нет закономерности может так и должно быть может быть у меня сейчас такая работа то что я выбираю практически но сама с кем буду с кем работать да там кто будет мой клиент и хотя я никому не отказываю но они-то все приходят ко мне по рекомендации от моих же на хороших знакомых у хороших знакомых не может быть плохих знакомых правильно вот поэтому все наверное с этим все связано я уже просто вот думаю ну почему почему да а раньше когда я работала и в отделе капитального строительства и вот в отделе архитектуры работала там был коллектив который не выбираешь себе да вот когда пришел ты на него и пришел и были даже такие вот как говорится люди в коллективе с которыми здороваться неохота то есть понимаете нет вы хочешь из комет они тоже за спину шушушу шушушу а то сплетни какие-то еще что-то заискать то еще что-то а куда деваться работать и приходиться работаешь в этом коллективе может быть с этим связано но я благодарна говорю богу благодарна вашим силам что сейчас и меня окружает только добрый позитивные позитивные, отзывчивые и хорошие люди. Я бы не сказала, что мы так все друзья, да, мы приятели, приятельницы, мы не говорим, что собираемся гулянки там или еще что-то, нет. Мы просто когда встречаемся, общаемся, у нас всегда есть о чем поговорить. И вот сегодня мы с ней разговаривали на такие темы, мне кажется, даже родственники на такие темы мне говорят, и она была столь откровенна со мной, что, ну, я говорю, ты вот так вот говоришь, она говорит, да я знаю, ты, Светлана, никому ничего не расскажешь. То есть я уже про себя думала, видите, как обо мне, то есть здесь, ну да, я всегда, в принципе, с детства, у меня были три подруги, и каждая мне доверяла свою тайну, и я никто из них ничего не знал, то есть эта черта характера такая, наверное, мне досталась от моего папы. То есть со мной все делились, но с меня, чтобы что-то вытащить, выудить, никто не мог ничего. То есть я была хранительница, такая, как Каменная гора. Не знаю почему, да. Ну вот такой у меня характер, да, такой. И я вот сейчас говорю не то, что хвалюсь, что вот я вот такая, вот не знаю, какая уж там прям, да. Нет, я просто говорю о том, что притягиваются хорошие люди, притягиваются. И я безумно этому рада. Это поднимает настроение. У хороших же людей учишься хорошему. Ты вот, я сама пришла с хорошим настроением от нее, с позитивом пришла от нее, да. И вообще не чувствую усталости никакой, хотя мы с ней проявили очень довольно-таки долгое время, да. И мне было с ней очень приятно пообщаться. И тем более потом я уже ее вспомнила в конце, когда она уходила. Я говорю, слушай, молодец, я же тебя вспомнила. Она говорит, ну вот видите, вы меня все-таки вспомнили. Игорь, да, я вспомнила. Люди меня помнят. И люди ко мне тянутся. И мне это нравится, понимаете. У вас такое наверняка тоже есть, да, было. И вот даже вот сейчас вот на Ютьюбе мы общаемся с тем, с каналами, с которыми нам интересны, да, у которых есть что-то общее между нами, да. Другие каналы, которые нам интересны, они сами отваливаются, да. Это закон природы. Я считаю так. Ну вот этим, в принципе, я хотела с вами поделиться. И хочу пожелать вам, моим дорогим подписчикам, моим друзьям, моим гостям канала, хороших знакомых, хороших людей вам на вашем пути, хорошего настроения, исполнения желаний, чтобы вас окружали только добрые, отзывчивые люди. В наше такое тяжелое время, мы когда с ней разговаривали, с Мадиной, да, она мне говорит, говорит, вот самый страшный период в моей жизни был, когда была война у нас там в Чечне. Говорит, вот я теперь знаю, что такое война. Это, говорит, самое страшное, что может быть, эти бомбежки. Говорит, и я никогда этого не проживаю. То есть, ну, я, например, не знаю, что такое война, и, слава Богу, не узнаю, может быть, да, вот люди, которые жили там, они знают, что такое война. Она говорит, вот все, что угодно пусть будет, но только не война. Вот такие вещи мы с ней обсуждали тоже. И очень много я у нее, у нее многому научилась, много узнала о ней, вообще как о человеке. И она обо мне, да, и как-то вот мы сблизились, дружили, и могли никак раз остаться. Потом еще долго сидели, разговаривали. Говорит, я обязательно к вам приду через недельки-две-три, сейчас езжу в Москву, приеду сюда еще подделаемся, так к вам зайду, забегу даже, просто так на минутку. Я говорю, только звони, конечно. Вот такая была у меня сегодня встреча. Я пришла с прекрасным настроением, с работой. В общем, мне нравится моя работа. Не то, что сама работа, да, мне нравится общение с людьми, потому что у меня только хорошие люди. Только хорошие люди ко мне приходят и притягиваются. И дай бог, чтобы было так и дальше. Ну все, заканчиваю. Как всегда, ваша Света. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok